Сегодня делюсь рецептом лимонного тирамису. Это совершенно необычный тирамису на основе лимонного курда с творогом, конечно же с печеньем савоярди и маскарпоне. Получается очень нежный торт, очень хорошо чувствуется лимонная кислинка. Конечно же сладость нейтрализует ее, придавая очень необычный изысканный вкус этому десерту. Но самое интересное, что дети его едят с удовольствием. Начнем с приготовления лимонного курда. Нам нужно 200 мл лимонного сока. Конечно, можно брать уже и готовый сок, но все же со свежим будет намного вкуснее. Сок можно выдавливать из лимонов, а можно просто взять ложкой лимон, который разрезанный пополам, вынуть мякоть и пропюрировать. Потом мы все равно будем процеживать, но следите, чтобы не попадались косточки. Они дают все же горчинку. На 200 мл лимонного сока уходит около 4-5 лимонов. Процеживаем лимонный сок через сито, кладем сахар, крахмал, цедру одного лимона и 6 желтков. Ставим на огонь, доводим до кипения, переходим на маленький огонь и увариваем, пока масса не станет густой. Конечно же обязательно все время нужно помешивать, поскольку желтки все-таки могут свариться. Вот такая масса у нас получилась. Процеживаем ее снова через сито, чтобы не было никаких комочков или косточек. Добавляем 75 грамм сливочного масла, перемешиваем, накрываем пленкой в контакт и оставляем охлаждаться. Лимонный курт готов. Его можно уже разложить по креманкам и пробовать или использовать как начинку в других тортах или пирогах. Также он очень хорошо сочетается с меренговым рулетом, который можно сделать на основе оставшихся белков. Дальше готовим крем для тирамису. Конечно же классический крем на основе яиц, у нас немного другой вариант. К творогу добавляем маскарпоне и сахарную пудру. Перемешиваем все до однородного состояния, ничего взбивать не нужно, просто чтобы была однородная масса. Добавляем 200 миллилитров холодных жирных сливок. Творог и маскарпоне тоже должны быть холодными. Сливки просто расслоятся, если они будут теплыми. Взбиваем еще несколько минут. Видим, что масса стала очень густой, как густая-густая сметана. От венчика остаются борозды. Это значит, что крем готов. Для того, чтобы его было удобнее распределять, я перекладываю в кондитерский мешок. И формируем торт. Выжимаем еще сок одного лимона и окунаем в него савоярди. Только с одной стороны, немножечко, секунду буквально подержали и вынимаем. Выкладываем печенье в форму. Поверх печенья распределяем лимонный курд. У нас его будет три слоя, два одинаковых и на последний слой нам нужно побольше курда. Распределять нужно примерно 60 процентов на два нижних слоя и около 40 процентов на верхний слой. Очень надеюсь, что я понятно объяснила. Если у вас возникают вопросы, спрашивайте в комментариях. Дальше кладем половину творожно-сливочного крема. Разравниваем. Еще один слой печенья савоярди, которое мы предварительно макаем в лимонный сок. Кстати, на этот десерт у меня ушло пять с половиной лимонов. Опять слой лимонного курда. Поверх него выкладываем и разравниваем оставшийся крем. И завершаем это красивое вкусное лакомство слоем лимонного курда. Вот так ярко и шикарно он выглядит. Часа на два можно отправить его в холодильник для того, чтобы он пропитался. Вы наверняка знаете, если делали тирамису, что савоярди пропитывается очень быстро. Можно еще украсить лимоном и мятой. И, конечно же, наслаждаться. Просто шикарный вариант быстрого и изысканного десерта. Обязательно попробуйте и делитесь своими впечатлениями в комментариях. Уверена, что вам очень понравится этот лимонный тирамису. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал. Спасибо за ваши лайки. Берегите себя и своих близких. И давайте готовить вместе!